Значит, и тема. Сегодня у нас последняя лекция на производящие функции. Дальше нас ждет следующий значительный челлендж. Это проведение контрольной работы по дистанционными методами обучения. Посмотрим, как это будет у нас работать. Не знаю, как сработает, но... ...придумаем какую-то форму проведения контрольной работы. Так, значит, давайте мы начнем. Я кидал ссылку, но, наверное, не все в Аспонсии не посмотрели. Мы на прошлой лекции с вами не успели рассмотреть циклы. Ну, точнее, мы могли успеть, но не стоит рассмотреть для помещенных объектов. Но оказывается, что это на самом деле достаточно легко. Давайте посмотрим. Значит, вот у нас есть комбинаторный объект. Давайте вспомним. У нас есть последовательность из секвенс от А. Это объединение по К от нуля до бесконечности. Секвенс КТ от А. Да, а секвенс КТ от А. Это когда у нас К длина нашей последовательности. И это просто объединение по К от нуля до бесконечности. А, К. Давайте посмотрим теперь, а что с циклом. И заметим следующий факт. Когда у нас были не помечены объекты, из-за чего там получилась такая сложная формула с циклами. Дело в том, что там у нас были нетривиальные автоморфизмы, нетривиальные сдвиги нашего цикла по кругу, неподвижные точки у сдвигов. Соответственно, а в новом нашем случае, в случае помеченных объектов, у нас уже неподвижных точек быть не может, потому что объекты же помечены, все наши атомы размечены номерами. Соответственно, поэтому, если мы возьмем циклы А, то это объединение по К от единицы до бесконечности цикла в длине К. А что такое цикл в длине К? Цикл в длине К это с точностью до отношения к циклический сдвиг последовательность длины К. То есть, если у нас производящая функция для А, это А от Т, то для сиквенс от А мы получаем производящую функцию 1 делить на 1 минус А от Т. Она равна сумме по К от нуля до бесконечности А от К от Т делить на К. А для цикла А мы получаем сумму по К от нуля до бесконечности А от Т делить на К. И это ряд для логарифма. Но только для логарифма так, нет нуля от единицы, потому что делить на ноль нельзя. А еще от логарифма, но у логарифма там знак очередующийся ряд, а здесь нет знак очередующийся, поэтому на самом деле это логарифм 1 минус А от Т. Вот так устроен у нас цикл. Так, это маленький долг с прошлой лекции. Надеюсь, что вы на самом деле посмотрели лекцию Артема фрагмента, который я кидал. И поэтому, в общем-то, ничего особо нового. Так, только счет у меня тут немножко не сошлось. Логарифм 1 минус. Минус логарифм, да? Так. Минус логарифм или плюс. Плохо соображаю. Так, напишите мне в чате, плюс или минус. Так, логарифм 1 минус x. Это будет у нас чем? Минус. Минус. Да. Так. Окей. Хорошо. Это был маленький долг у нас с предыдущего раза. И теперь новая лекция. Итак, значит, мы начнем с вами с формулы, которая, вообще говоря, очень глубокий смысл имеет и используется в том числе в математическом анализе, в комплексном анализе. Мы даже не будем ее заказывать, потому что доказать ее в рамках именно формальных рядов довольно трудно. Но оказывается, что эта формула очень полезна для неявного задания, для решения уравнения функциональных с неявным заданием каких-то формальных степенных рядов. Эта формула называется формула обращений Лаграндера. Еще раз честно скажу, что эта формула не из теории формальных степенных рядов, то есть она в реальности из теории комплексного анализа. И, однако, она очень полезна для наших целей тоже. Итак, пусть у нас есть такое функциональное уравнение. Вот у нас есть какой-то неизвестный ряд. Обозначим вот T от Z. И известно следующее, что T от Z равно Z умножить на F от T от Z. Где F — некоторая функция, которая нам известна, она дана, но при этом недостаточно какая-то простая, чтобы нам прям сразу напрямую ей воспользоваться. Хотим найти T. Оказывается, что можно вывести в явном виде коэффициенты T, а именно TNT. Не коэффициенты, но вот T от Z, как обычно, равно сумме по K от 0 до бесконечности TKT на Z в K. Тогда TNT равно 1NT умножить на коэффициент при S в степени N минус 1 F от S в N. Вот такая формула. Так, я не знаю, кстати, у вас есть какая-нибудь теория функции комплексного переменного или что-нибудь такое в рамках Матана? Пока нет. Хорошо. Я понял. Так, соответственно, ну вот она у вас будет, если я правильно помню, программу учебную в рамках курса дифференциальных уравнений. И, соответственно, там вам, возможно, эту формулу даже докажут. Но мы сейчас доказывать ее не будем. У нас инструментарий просто недостаточно, чтобы ее доказать. Мы вместо этого просто ей воспользуемся, посмотрим, как с помощью нее можно что-нибудь посчитать. Ну, начнем давайте с такого упражнения, с такого примера. Сейчас мы с вами еще один способ рассмотрим получение формулы для чисел Каталана через биномиальные коэффициенты, воспользовавшись формулой обращения Лагранжа. Вот давайте рассмотрим. Значит, итак, пусть у нас для чисел Каталана у нас есть какая-то производящая функция. Что такое число Каталана? Давайте на них посмотрим с точки зрения, что такое число Каталана. Это последовательность, это корневое дерево, да, с порядком на детях. Тогда С от З это корень умножить на секвенс от С от З. Ну, секвенс от С от З это 1 на 1 минус С от З. Значит, что такое в квадратных скобках С от Н минус 1? Это коэффициент при С в Н минус первом вот здесь. То есть вот Т Каталана это равно коэффициент при З Каталан Т. Такое обозначение. Таким образом у нас в роли Ф от С наступает 1 делить на 1 минус С. Получаем, что НТ число Каталана, СНТ, равняется по формуле обращения Лагранта. Одной НТ умножить на коэффициент при Н минус первом от 1 на 1 минус С в НТ. Так, пока все понятно? Вопросы? Значит, давайте найдем его. Что это такое? Это 1 НТ умножить на... Что там при С минус первом? С из... Так, на минус 1 у нас будет. Минус 1 в степени Н. На С из... Минус Н. Так, из Н минус 1 по минус Н. Правильно? Так, отвечаем на вопросы телезрителей. Что такое F? Так, я правильно написал или нет? Значит, нет, наверное, не правильно написал. Значит, что тут у нас находится? Тут у нас 1 минус... Давайте... 1 минус... Значит, коэффициент при С в Н минус первой. 1 минус С минус НТ равно, знаете... 1 делить на Н. Значит, что такое 1 минус С минус НТ? Это 1 на 1 плюс... Значит, минус Н делить на 1 на минус С, плюс минус Н на минус Н минус 1 делить на 1 на 2 на минус С в квадрате, плюс и так далее. Да? Раскладываем 1 минус С минус НТ по обобщенному беному Ньютона. Так, ну, давайте смотреть, что тут получается. Тут, получается, при Н минус 1 нас интересует. При Н минус 1 нас интересует. При Н минус 1 будет стоять следующее. Минус Н на минус Н минус 1 и так далее на минус Н минус 2 делить на 1 на 2 и так далее на Н минус 1 на минус С в квадрате. Смотрите, вот здесь все минусы сокращаются с вот этими всеми минусами, поэтому, получается, в числителе 2Н минус 2 на 2Н минус 1 и так далее на 2 на Н делить на 1 на 2, на 3 и так далее на Н минус 1. Ну, то есть я правильно вначале написал С из минус Н по Н минус 1. Просто, чтобы расшифровать, что это. Так, ну, домножая деля на Н минус 1 повторял, получаем, что это 1С из А, Н, С из 2Н минус 2 по Н минус 1 делить на Н. Ну, это, видимо, тут у нас получился сдвиг на 1 из-за того, что у нас числа каталана для деревьев, они там точно до сдвига на 1. Вот, получили такое, еще одно доказательство того, что число каталана равно вот этому. Но еще раз, число каталана, видимо, это Н минус 1. То есть это вот у нас C от Z здесь со сдвигом на 1. Так, по модулю вот этой теоремы, да, которую мы взяли без доказательств, понятно или нет, чем мы получили и почему? Вопросы? Понятен процесс, непонятен результат или что? Понятен процесс. Так. Окей. Следующее. Давайте рассмотрим пример 2. Так, числа каталана стираем, но они теперь в вечности сохранятся, так что ничего страшного. Итак, пример 2. Давайте посчитаем помеченные, неподвешенные деревья. Так, вопрос к чату. Сколько помеченных, неподвешенных деревьев? Время пошло. Подсказка. Надо вспомнить. Так, ну, почти правильно, Никита, но все еще неправильно. Надо вспомнить, подсказка, надо вспомнить прошлый семестр. Так, формула Келли говорит нам, что помеченных, неподвешенных деревьев n в степени n-2. И мы их там доказывали с помощью кодов Прюфера. Значит, вот сейчас мы посчитаем с вами помеченные, неподвешенные деревья, без их кодов Прюфера, всего лишь с помощью формулы обращения Лагранжа. Нам понадобится, правда, мы анонсировали, что помеченные, неподвешенные, но сейчас они станут у нас подвешенными. Давайте их подвесим. Сколько у нас помеченных, подвешенных деревьев, в смысле, в котором они были раньше, то есть, беспорядка на детях, да? Ну, несложно понять, что их столько же, сколько неподвешенных, ой, помеченных неподвешенных, но плюс надо выбрать корень. Корень выбрать n способов, поэтому помеченных, подвешенных, с порядком на детях, наоборот, без порядка на детях, n в степени n минус 1. Ну, из этого будет следовать, в частности, обратно формула Келли, что n в степени n минус 2. Ну, давайте так, давайте возьмем экспоненциальную, производящую функцию для наших помеченных, подвешенных деревьев, T от Z. Посмотрим, что такое. Что-то такое подвешенное, подвешенное, помеченное дерево без порядка на детях. Ну, у нас есть корень, да? И у нас есть все остальное. Остальные дети, но они помечены, но не подвешенные, они, порядок у них не важен, поэтому мы делаем из них set. Ну, set, напомним, у него производящая функция, это экспонент. Соответственно, получаем T от Z равно Z на экспоненту T от Z. Смотрим на формулу обращения Лагранжа и видим, что F от Z равна E в степени S. Прекрасно. Значит, количество помеченных, подвешенных, беспорядка на детях деревьев равно 1 делить на N на коэффициент при S в N минус 1 от экспоненты от N S. проекции. Остальные дети. Прекрасно. Продолжение следует... Что это? Это коэффициент вот этой производящей функции. Но не будем забывать, что это экспоненциальная производящая функция. Поэтому это на самом деле tn, t делить на n факториал. Ну давайте смотреть. Экспонент это что такое? Это 1 плюс 1 факториал ns в первой, плюс 1 делить на 2 факториал ns во второй, плюс и так далее. Так, нас интересует, как обычно, коэффициент при s в n-1, соответственно, он равен 1 делить на n-1 факториал, умножить на ns в степени n-1, плюс и так далее. Так, ну давайте посмотрим, чему же равен этот коэффициент. А равен он? Ну ничего, выделяем его, значит, смотрим. Получается 1 делить на n, вот этот не забываем, умножить на 1 делить на n-1 факториал на n в n-1. Так, ну и того получаем, ну, упрощаем, равно n. n в длительный факториал, значит, tn, t равно n. Так, ну что, оператор квадратной скобки не нумерует слагаемое. Оператор квадратной скобки вычленяет из формального ряда коэффициент при z в кафе. Соответственно, он, вы, вот это было, я слагаю, никак не пронумеровано. При s на n-1 коэффициент n на n-1 делить на n-1 факториал. Вот написано определение оператора квадратной скобки. Еще вопросы? Так, если нет больше вопросов, то давайте двигаться дальше. Следующая, вторая часть нашей лекции будет посвящена некоторому введению в производящей функции от нескольких перемен. Значит, на контрольный, как вы правильно обратили, ваше внимание, уже были такие функции. Там были некоторые примитивные функции. И, в общем-то, ну это было такое, так скажем, спойлер, да? А мы сейчас с вами поговорим, какая тут вообще чуть более, за этим всем есть некоторая более глубокая теория, которую, ну, тяжело достаточно понять, наверное, с первого взгляда. Но она зато позволяет довольно мощные задачи решать. Так. Итак, рассмотрим, мы рассмотрим с вами от двух переменных в производящую функцию. И они бывают, в общем-то, более-менее тоже двух видов. На самом деле, трех на третий в жизни особо не используется. Итак, первый вид — это общие производящие функции от двух переменных. Соответственно, вот А от З, У — это просто сумма по К от нуля до бесконечности, сумма по Н от нуля до бесконечности. А, Н, ну давайте в таком порядке, замок Н, К. А, Н, Т, К, Т на З в Н, Т и на У в К. Можно рассмотреть экспоненциальную производящую функцию. Тогда она будет выглядеть так. Экспоненциальная производящая функция для таблицы обычная выглядит так. А, Н, Т, К, Т делить на Н факториал, на З в Н, Т и на У в К. Так, ну нечестно, почему у Н есть факториал, а у К нет. Можно рассмотреть дважды экспоненциальную функцию, когда тут и на Н факториал, и на К факториал делить. Я сейчас, когда мы рассмотрим комбинаторный смысл производящей функции от двух аргументов, вы поймете, почему она обычно все-таки по одному делает помеченную, по другому не делает. Хотя бывает всякое, но в реальности прикладные значения в основном, когда только по одному параметру экспоненциальность. Итак, как мы можем рассмотреть? Давайте вспомним обычный однопараметр, с одним аргументом, короче, производящий функции. Тогда мы типа считаем, что у нас есть какие-то атомы, и мы из этих атомов собираем комбинаторные объекты, и у нас получается, что этот наш атом, вот мы ломаем как раз структуру, собираем эти атомы в такую кучу, и вот комбинаторный объект, единственное, что нас интересует, это количество атомов. Соответственно, эти атомы, они получаются z в n, вот если там было n атомов, и эти все слагаемые становятся подобными, мы их приводим и получаем up n, это количество комбинаторных объектов, у которых n атомов, да, без n. Теперь давайте сделаем так. Вот у нас теперь будет два атома, два вида атомов. Ну, их условно можно назвать атом веса. Ну, допустим, будем, как и раньше, его обозначать переменной z, ну или t мы часто обозначаем, давайте z. И атом стоимости. Теперь мы снова собираем какой-то комбинаторный объект из наших атомов. Смотрите, уже прям получается не просто молекула, а сложная молекула, не чисто химическая, так сказать, вещество, в котором все атомы одинаковые. А теперь у нас есть два вида атомов, z и u. Если с этим, после этого, комбинаторным объектом проделать ровно то же самое, что мы делали раньше, взять, сломать его полностью и собрать, соответственно, из атомов в кучу атомов первого типа, в кучу атомов второго типа, у нас получится вот как раз, если у нас было n атомов веса и k атомов стоимости, то получится вот такая куча, которые вот такое слагаемое. Если мы приведем подобные, то мы получим, что a, m, t, k, t это как раз количество комбинаторных объектов наших, которые имеют вес z и стоимость u. Давайте рассмотрим пример, чтобы понять, что происходит. Пример. Рассмотрим последовательность целых чисел, то есть такие разбиения на слагаемые, грубо говоря, в котором, ну, давайте не целых чисел, просто, вот пусть у нас есть комбинаторный объект какие-то a, составленный из обычных атомов, атомов веса. Соответственно, a, n, t, это у нас количество комбинаторных объектов веса n. Теперь мы, когда мы делали секвенс от a обычный, то мы рассматривали последовательности произвольной длины из объектов a, и единственное, что нас интересовало для этой последовательности, это вес суммарной атомов последовательности. Но! Теперь мы можем посмотреть на это с другой стороны и добавить второй параметр. Добавим, давайте, второй параметр, например, длину последовательности, то есть количество элементов, из которых мы эту последовательность создали. Тогда, что у нас получится? Как нам это учесть? Давайте каждому элементу, из которого мы создаем последовательность, добавим атом стоимости u. Тогда у нас в последовательности вес, это будет сумма весов ее компонентов, а стоимость как раз будет количеством слагаемых. Что получится? Получится, что вот это такая взвешенная, не взвешенная, последовательность со стоимостью, да, секунс a, она устроена так. Мы берем a и добавляем атом у. a крест у, получается, да? Значит, либо мы делаем a в квадрате, но тогда каждому из них мы добавили по u. Поэтому получается a на u на a на u. Так, ну, пустая, естественно, последовательность. Плюс и так далее. Порядок, в котором мы перемножаем слагаемые, очевидно, не важен, поскольку мы все равно собираемся потом разрушить внутреннюю связи наших комбинарных объектов и сгрести все атомы в кучу. Поэтому общий член тут будет просто a в квадрате на u в квадрате. Ну, суммируя любым приемом это, который мы уже неоднократно делали, получаем, что вот взвешенные, блин, взвешенные, последовательности с учетом длины а имеет тогда производящую функцию вот такую. Ну, например, пример, так сказать, вложенный в этот наш пример. Давайте рассмотрим в качестве a целые числа. Напомню, что целые числа это у нас в последовательности просто z. Ну, давайте 0 не будем брать, потому что 0 мы не очень любим, когда в последовательности приговорится 0. Давайте sequence больше 0 от z. в последовательности в которых хотя бы одно. Что такое z, z? Это вот у нас множество из одного атома. Веса 1. Тогда у z производящая функция просто z, у sequence больше 0. это z делить на 1 минус z. Ну, она равна 1 а от z равно 1 делить на 1 минус z минус 1 равно z делить на 1 минус z. И тогда вот такая последовательность с учетом количества слагаемых получится 1 делить на 1 минус z у делить на 1 минус z у ну, давайте упростим значит, делить на 1 минус z минус z у делить на 1 минус z так вы еще тут или вы уже решили все ясно, что ничего не ясно до свидания вопросы может какие-то так, возможно у вас есть вопрос зачем это надо сейчас скоро увидите там будет довольно интересное применение а еще мы нарушим наш почти нерушимый принцип не подставлять ничего вместо переменных формальных какой физический смысл этот пример но смотрите если теперь вот это разложить то мы получим коэффициент при z у той ой z в энтой у в катой сколько у нас последовательности веса n с длины k получим такое число так давайте рассмотрим еще забавный пример сочетание вот например как можно сделать с помощью двухпараметрической производящей функции сочетание значит смотрите у нас есть мы хотим из n у k сделать сочетание да значит у нас должно быть n должно быть k мы хотим у нас есть объекты значит двух видов объекты которые мы взяли и объекты которые мы не взяли объекты которые мы взяли они дают плюс единицу в n а в k не дают объекты которые мы взяли дают плюс единицу и в n и в k соответственно у нас получается что а состоит из двух объектов объект номер один те объекты соответствуют объектам, которые мы не взяли у них есть вес но нет стоимости они не вносят вклад во второй параметр второй тип объектов это которые мы взяли Z и Z1 соответственно теперь, когда мы возьмем sequence от A что это будет? что такое sequence от A? это последовательность объектов каждый из которых либо Z либо Z1 логично, что это будет 1 делить на 1 минус Z минус Z1 вот смотрим возьмем какой-нибудь предмет из этого sequence вот смотрите вот допустим возьмем такой объект Z плюс ZU плюс ZU плюс Z плюс Z ну не плюс запятая когда вот мы рассмотрели вот этот объект вот этот sequence давайте теперь возьмем молоток ударим по нему разрушив внутреннюю структуру он сколлапсирует до чего? до Z в пятой U в квадрате а какой комбинаторный смысл вот этой последовательности? у нас было 5 объектов из них второй и третий мы взяли первый, четвертый, пятый не взяли соответственно всего таких последовательностей которые при деградии ну как бы у которых произведение Z содержит в пятый а U содержит во второй их C из пяти по два поэтому вот эта функция это на самом деле сумма я не помню был ли это как в контроле или нет по N сумма по K C из N по K а чего? вот Z это у нас количество Z в N а U это сколько мы из них взяли? уфка ты так вернемся теперь к этому примеру вернемся теперь к этому примеру так ну тут у нас что? значит 1 делить на это это мы уже знаем ну вот давайте вот здесь посмотрим чему равен коэффициент при Z в N U в K если было бы 1 делить на 1 минус Z минус U мы это знаем это из N C из N по K а если умножить на Z это значит нужно умножить на N то есть минус N C из N минус 1 по K ну и сложно понять что это равно C из N минус 1 по K минус 1 и физический смысл этого такой что вот что такое вообще вот этот взвешенный сиклент вот у нас мы взяли у нас было N чисел N минус 1 промежуток между ними мы в некоторые из этих промежутков вставили перегородки сколько мы вставили перегородок у нас должно получится K слагаемо значит надо вставить K минус 1 перегородку среди этих N минус 1 промежутка вопросы? так нет вопросов я так понимаю я вижу 4-х человек которые проявляют активность в чате а нет вот еще некоторые ладно давайте дальше что это значит теперь давайте про помеченные ну как сделать нам помеченные штуки ну давайте попробуем например помеченные вот атомы Z становятся помеченными а атомы U остаются не помеченными что тогда получается ну давайте попробуем значит смотрите рассмотрим следующую постановку задачи числа стерлинга первого рода перестановки N элементов с K циклами тогда смотрите что это такое что такое перестановка N элементов это мы помним просто set так не set sequence от Z окей что такое цикл цикл это цикл цикл от Z это один цикл да а нам нужно рассмотреть объединение ну вот смотрите что такое например cycle от Z times cycle от Z я утверждаю что это перестановки с двумя циклами как это как это устроено ну вот смотрите что такое цикл Z напомню это просто у нас одиночный атом вот такой да ну берем какой-нибудь цикл здесь берем какой-нибудь цикл здесь теперь раз это помеченный объект значит мы должны им дать номера ну и мы получили граф просто перестановки да потому что набор циклов это автоматически помечен размеченных числами от 1 дн это просто автоматический граф перестановки какой ну там неважно 1 переходит на 3 2 переходит на 5 5 дальше 3 переходит на 1 4 переходит на 2 5 переходит на 4 да вот этой перестановки граф почему перестановка секвенс от z потому что что такое секвенс от z секвенс от z это просто шарики вот мы расставили теперь мы должны сделать помеченными как их сделать помеченными как раз n факториал способ 1 делить на 1 минус z если рассмотреть это как экспоненциальная производящая функция вспоминаем прошлую лекцию это сумма n факториал делить на n факториал на z в n это сумма z в n но она приходится так написать поэтому вот их n факториал как раз так вот cycle от z times cycle от z это получается перестановки с двумя циклами значит перестановки с k циклами это cycle от z k развитое теперь мы хотим чтобы эти факт что у нас k циклов он попал в качестве второго коэффициента в наш как бы индекс элемента производящей функции тогда для этого мы должны каждый из этих циклов сделать ему так я кстати неправильно сказал но сейчас мы обсудим мы должны каждому из этих циклов сделать еще у так а еще я неправильно сказал по поводу того что перестановки с двумя циклами это cycle от z умножить на cycle от z потому что на самом деле это не совсем это почему потому что вот эта пара и вот эта пара сейчас нарисуем вот эта и вот эта пара это вот в этом произведении дайте пока уберем это были разные а у нас одинаковые поэтому на самом деле перестановки с двумя циклами это не cycle от z times это что у нас такое это set ровно 2 от cycle от z потому что мы взяли set в котором ровно 2 элемента порядок нам не важен циклов из нашего z теперь становится совершенно понятно как сделать перестановки ровно с k циклами это получается set от cycle от z умножить на u мы каждому циклу добавим стоимость 1 и теперь количество элемента веса n стоимости 1 это как раз то что нам нужно это перестановки с стоимости k это перестановки n элементов k циклами а перестановки получается именно потому что у нас по z объект поменьшенный поэтому по z мы рассмотрим экспоненциальную производящую функцию так ну давайте тогда распишем значит cycle от z это у нас чего это у нас это у нас так set это у нас экспонента cycle это у нас что-то там был какой-то минус логарифм давайте вспомним минус логарифм 1 минус z да то есть логарифм 1 делить на 1 минус z логарифм 1 делить на 1 минус z может на ху так ну давайте логарифм воспользуем собственно и получим что это равно 1 делить на 1 минус z степень и вот это мы знаем равно из собственно логики из которой мы построили сумме по n сумме по k числа стерлинга первого рода из n по k на z в n на u в k вот такая вот интересная история так вопросы комментарии предложения почему у меня как вы думаете ваша ставка почему у меня в центре хорошо а края размыты или у вас нормально скажите мне вот в трансляции на доске вы хорошо видите всю доску ну ладно так окей значит теперь ну помимо того что с помощью этого как обычно с помощью производящих функций можно выводить всякие комбинаторные формулы одни комбинаторные мелкие какие-то детали как бы одни комбинаторные объекты через другие как-то так выражать и получать какие-то зависимости помимо а также еще один основной собственно инструмент почему полезно работать с производящими функциями это что они позволяют целиком со всем множеством комбинаторных объектов работать следующее интересное применение и в нем в этом интересном применении мы отступим с вами немножко от нашего принципа ничего не подставлять в качестве параметров формальных производящих функций это будет у нас вычисление каких-то средних значений каких-то средних характеристик некоторых комбинаторных объектов смотрите давайте решим следующую общую задачу вот у нас есть двух параметрическая производящая функция производящая функция двух аргументов и мы хотим сделать следующее вот у нас n это vents k это стоимость найти средний средняя стоимость объектов веса n чему равна средняя стоимость объекта веса n ну давайте смотреть вот у нас количество объектов веса n стоимости k это a nt кт пусть пусть у нас a от z u тогда у нас средняя искомая стоимость wnt равно сумме по k от 0 до бесконечности k на a nt kt делить на сумму по k от 0 до бесконечности a nt kt ну давайте считать что у нас эта сумма конечна потому что у нас бесконечность делить на бесконечность довольно бесполезно понятно что если у нас комбинаторные объекты какие-то то в принципе тут все нормально мы просто делим ну их количество там допустим перестановки с циклами или еще что-нибудь для фиксированного n k ну небольшие небольшие 2 n какие-то на него разумные ограничения есть так ну хорошо давайте попробуем нашу вычислить что у нас получается значит что у нас есть у нас есть вот это давайте посмотрим как бы нам получить вот вот давайте знаменатель сначала знаменатель идем сюда смотрим смотрим вместо у вместо у нам надо подставить единицу тогда будет сумма пока от нуля до бесконечности а н т к на z в н ну еще сумма по n от нуля до бесконечности поскольку z20 нам расчленяет эту сумму то знаменатель равен коэффициенту при z20 а от z1 так теперь в числителе мы хотим получить k какой у нас есть мощный способ получить умножение на k так производная это правильный ответ да давайте предифференцируем вот это по u тогда у нас накал вносится но правда у будет коэффициент u станет в k-1 но с другой стороны вместо u мы все равно собрались единицу подставлять поэтому сейчас сказать какая пофигу разница какой там она степени это единица поэтому в числителе мы получаем коэффициент при z в n d по d u a от z u взятый при u равном единице ну мы могли бы сюда подставить сразу единицу но понятно что тогда сложно было предифференцировать так ну давайте рассмотрим например вот задачу которую мы только что рассмотрели вот у нас пример был что мы берем и вот у нас a nt kt это разбиение n на сумму k слагаемых порядок важен это у нас было только что в качестве второго примера когда мы рассматривали в качестве первого примера это мы рассмотрим k там производящая функция напомню получилась a z 1 минус z делить на 1 минус z минус z так ну давайте предифференцируем по u так ну давайте предифференцируем по u давайте предифференцируем по u значит минус z 1 минус z делить на 1 минус z минус u z квадрат еще на минус 1 так мастера дифференцируем проверьте я честно сказать дифференцируем последний раз давно правильно я продифференцируем ну вроде да сложная функция приук коэффициент минус z дальше вот это минус 1 что минус первой степени тут стало в квадрате вроде правильно так подставляем теперь единицу давайте вот это назовем b от z b от z единица равняется так минус сократился 1 минус z делить на 1 минус 2z в квадрате и z так о что касательно вот здесь то а от z единица это у нас 1 минус z делить на 1 минус 2z так теперь мы не совершаем ошибку не делим просто b от z на a от z потому что нам нужно не поделить их просто а поделить их коэффициенты при z в n если мы просто поделим это получится какая-то бессмыслица так смотрим коэффициент вот здесь при z в n равен равен по центру еще и у вас будет лучший самый фокус z коэффициент при z в n a от z 1 равен так давайте смотреть значит вот у этого 2 в n получается получается 2 в n минус 2 в n минус 1 коэффициент при z в n b от z 1 так тут похуже значит тут в квадрате в знаменате в квадрате значит 1 1 минус 2 z в квадрате это производящая функция для 1 2 n плюс 1 не не бось назад в n ты что-то такое ой на 2 в n что-то такое получается так ну давай ладно давайте по-другому поступим значит давайте это у нас тут так мы хотим найти чего хотим в явном виде выразить вот это то есть у нас должен получиться квази многочлен первой степени так пауза что там у вас в чате так вы меня лучше посчитайте коэффициент при этом так ладно давайте я посчитаю могли бы уже посчитать значит 1 пока я разбирал по телефону 1 минус 2 z в квадрате значит берем 1 делить на 1 минус 2 z квадрате это общий член был 2 в n значит 2 в n на z в n превратился в n на 2 в n на z в n минус 1 значит и еще одну двойку здесь забираем это 2 в n минус 1 да n плюс 1 включилась первое слагаемое это n плюс 1 на 2 в n 3 а второе слагаемое это так сейчас только нет в n в n минус 1 2 в n так n на 2 в n на z в n минус 1 значит при z в n коэффициент просто i 1 когда мы делаем то это а да я все я понял торможу значит смотрите значит тут надо умножить на z это сдвиг на 1 да получается n на 2 в n минус 1 все все правильно значит и тут получается значит вот 1 делить на 1 минус 2 z в квадрате это n плюс 1 на 2 в n значит умножаем на z это сдвиг и вычитаем умножим на z на n минус 1 на 2 в n минус 2 равно значит 2 n минус n плюс 1 n плюс 1 на 2 в n минус 2 очень сложно невозможно так прекрасно ну и таким образом подставляя сюда получаем весьма удивительный факт что это равно n плюс 1 на 2 в n минус 2 делить на 2 в n минус 1 равно так как мне давайте вот здесь вот это числение равно n плюс 1 на 2 в n минус 2 делить на 2 в n минус 1 равно n плюс 1 пополам мы получили супер удивительный факт что если мы поставили случайно n минус одну перегородку каждую либо поставили либо нет то у нас получилась n плюс 1 пополам в среднем частей стоило ли разводить всю эту адскую штуку с дифференцированием вычлением и прочим чтобы получить такой тривиальный факт это логичный вопрос который я надеюсь вы все задаете уже мне мысли но сейчас как обычно это была разминка а сейчас мы посчитаем что-нибудь нормальное что-нибудь это логичный сэп это логичный ключит это логичный я надеюсь ключит что-нибудь логичный так давайте решим такую задачу найти среднее количество циклов перестановки как вы думаете во первых интуитивно пока я стираюсь доски какой ответ а так поступило две гипотезы корень лог еще какие так но в демократическом голосовании победил бы наверное логарифм и возможно это причина того что демократия такой хороший метод но действительно получится логарифм ну нам понадобится немножко подифференцировать так давайте попробуем значит итак давайте V от Z U равно D A от Z U равно значит что там у нас было давайте вспомним с чего все началось E в степени логарифм 1 на 1 минус Z умножить на U просто не очень приятно дифференцировать когда U в показателя перейдем к экспоненте значит ну а тут как раз уже очень легко это как раз логарифм 1 делить на 1 минус Z умножить на E в степени логарифм 1 делить на 1 минус Z прекрасно B от Z равно подставляем место у единицу получается логарифм 1 делить на 1 минус Z умножить на E в степени 1 делить на E в степени логарифм 1 делить на 1 минус Z 1 делить на E в степени логарифм 1 делить на E в степени логарифм 1 делить на 1 минус Z так коэффициент ну давайте начнем с более простого коэффициент при Z в n А от Z Равен Так, ну интригу Разве я в единице, да? Значит, коэффициент при Z в N B От Z Единицы Равен Ну давайте смотреть, вот этот ряд Это у нас Z плюс Z в квадрате пополам Плюс Z в кубе на 3 Плюс и так далее Плюс Z в катый на К Плюс и так далее Так, равен, значит Сейчас Коэффициент при Z в N B От Z Умножить на ряд у нас Ну 1 делить на 1 минус Z Он простой, да? 1 плюс Z Z в квадрате Плюс и так далее Ну и, в общем-то, мы и так знали На самом деле, что Это переход к частичным суммам Умножение на вот этот наш любимый ряд Это переход к частичным суммам Поэтому это просто равно 1 Плюс 1 Плюс 1 Плюс 1 Плюс 1 Плюс 1 Плюс 1 n То есть n-т гармоническое число Которое, как известно, примерно равно Логарифму n Ну и таким образом Получаем, что ответ По нашей формуле Равен Hn Среднее число циклов перестановки Равно n-тому гармоническому числу Ну и пропорционально Примерно логарифм Так, принимаются вопросы Комментарии, предложения Так, дайте я попробую Пока жду ваших вопросов Чуть настроить фокус Вдруг получится Чуть улучшить Так, ну хуже всем я сделать могу А лучше краям нет Так что ладно, оставим так Так, вопросов я не вижу Тогда мы лекцию завершаем Запись сейчас остановим Так, спасибо за просмотрю Так, спасибо за просмотрю Так, спасибо за просмотрю